здравствуйте приветствую всех зрителей подписчиков моего канала делаем модель парусника и сегодня я немножко отвлекусь от темы кораблей и хочу рассказать вот по таком маленьком замечательном наборчике самолета как вы видите и рассказать немножко что это такое маленький обзор и почему я это решил сделать обзор я буду делать вместе со своим внуком и совместно рассказывать вот об этой модели и показывать вам а что это за самолет это самолет f4 у corsar и то есть военно-морской флот соединенных штатов этот самолет принимал участие во время второй мировой войны где-то 43-го года участвовал на тихоокеанском театре военных действий и был палубным самолетом наряду с такими палубными самолетами как вайлкет хеллкет и вот corsar это основные типы самолетов которые принимали тогда участие в боях с японскими истребителями морскими понятно а что это за модель и какой фильм это такая замечательная очень симпатичная милая моделька фирмы tiger model вот по моему только она выпускает такие несколько видоизмененные я бы сказал художественном исполнении модели самолетиков которые просто удивительно подойдут на подставочке аккуратненько где-то на рабочем столе они сами по себе модельки маленькие но очень выразительные и приятно на них посмотреть по своим очертаниям тут же знающий человек угадает что это за самолет и смотреться будет замечательно вот скажем на рабочем столе у человека который любит в данном случае морскую авиацию девушка эта фирма еще сказать модели такой же серии до судя по всему по наклеечками или вернее фотографиям которые находятся на торце коробки внешне крышечки здесь только два самолетка здесь побольше вот видно что здесь есть и японский а я думал zero нет атаки 84 хаяты есть бф-109 мессершмитт это мы будем собирать есть лавочкин классе потом кертис п 40 американский супермарин спидфайр английский и я думаю что есть и другие модели данной фирмы но по крайней мере на коробке указаны эти 123 это четвертая модель 567 по крайней мере вот пока знаем о семи ну а если коробку уже открыл то буду рассказывать а что находится в коробочке первым делом это инструкция инструкция цветная такая красивая хоть и маленькая но цветная здесь только вот часть последняя и первая страница а внутри черно-белый порядок сборки в общем то показано что зачем и вот такой приблизительно результат будет в конце сборки а теперь посмотрим из каких деталей состоял самый лучший поршневой самолет палубной авиации периода второй мировой войны тихоокеанского театра военных действий здесь вот при упаковочке таких вот деталей и сейчас будем их рассматривать точнее я слышал чтобы и 51 самый лучший самолет да ты правильно слышал молодец п-51 один из самых лучших если не самый лучший поршневой самолет второй мировой войны но это сухопутный самолет а от corsair f4u это самолет морского базирования то есть палубный самолет и он считается вот именно в этой вот серии именно палубных самолетов считается самым лучшим и но я хочу сказать что именно поршневым самолетом потому что потом были не хуже самолеты палубные которые сейчас имеются на авианосцах ну вот он был таким и так вот здесь вот два литника есть такого синего морского окраса когда хочу сразу сказать что фирма готовила эти самолеты для сборки в двух возможностях то есть его можно просто склеить и не красить а также можно как обычно собрать его и красить в необходимой последовательности вот все детали которые идут на обои телевы с мальчик самолет да я буду я буду красить и делать его как взрослого подходить к нему но с вот такой вот изюминкой такой мультяшной формой этого самолетика и так что сказать о литниках литники вполне хорошего качества никакого облоя никаких утяжен я не вижу все нормально сейчас посмотрим здесь здесь тоже все нормально деталей правда немного для такого самолетик то и не нужно много деталей потому что опять же повторюсь он будет установлен на рабочем столе и радовать своей вот такой вот интересной формой но полностью напоминать взрослый свой прототип хочу сказать что фонарь сделан отлично без каких-либо дефектов полностью прозрачен то что он такую форму имеет выпуклую но прозрачность у него отличная можно ли посмотреть не посмотри только пальцами не берись за сам фонарь очень прозрачный на классно сделано и форма такая не искажающая сильно не будет искажать то что под ним будет находиться вот такой вот винт в реальности этот винт четырех лопастной устанавливался на самолетах более поздних серий а первые серии были были с трех лопастным винтом 4 метра размах значит лопастей большой очень размах достаточно для такого самолета и хочу сказать что двигатель на этом самолете был мощностью две тысячи с лишним лошадиных сил то есть очень мощный двигатель был упрятан в самолете достаточно небольшого размера а какое вооружение это вооружение ну давай посмотрим тут должно быть видно на крыльях так где у нас вот у нас крылья и здесь четко видно раз два три раз два три это на каждом крыле по три пулемета 12,7 миллиметров вот такое было у него в конечном итоге вооружение сначала на первичных модификациях было немножко по другом а потом сделали вот такой вариант и мог нести конечно несколько на внешних подвесках бомб или же ракет вот как здесь вот показано ну и наконец хочу сказать что в состав набора идут вот такие вот декали и наклеечки тоже вот такие вот яркие а почему-то декали и наклейки ведь они же одинаковые ну да на одинаковые дело в том что я уже говорил что есть два варианта сборки либо просто собрать и наклеить можно вот эти вот наклеечки как обычно их снимать оттуда они липкие в необходимых местах вклеивать или же делать модель по взрослому и тогда наклеечки остаются а переводить декали как обычно на большую взрослую модели тогда получится вот такой вот вариант но это при покраске и потом уже в конце процесса переводить вот эти вот декали ну вот я буду заканчивать этот коротенький такой обзор этого наборчика маленького мне честно говоря очень понравилось я давно хотел нечто подобное собрать и поставить у себя на письменном столе вот теперь буду его собирать а когда вы будете его собирать уже собирать я думаю что самое ближайшее время а я на этом буду заканчивать свое короткое видео спасибо за просмотр всем пока всего доброго и удачи